И если твой огонь спасения в нашем районе, каждый, кто против в нашем районе, покажется, 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 придет Господь Иисус Христов. Мы с вами все говорим через дух, который мучает народа в нашем районе. Духа кордонства, экстрасенсов, оккультизма, пролетятеля, гаднайзма, шармейзма, пюре, морковь, пьянзма, крылья, проноградия, преливодьяния, омасексуализма и преливодьяния и сексуальной области, и духа телевидера. Все говорим через духа, святой, святой, и bleeditiesunsa Christa, отдай нам нашего района, отдай нам нашего района. Каждый, кто против в нашем районе, имя Шт Penn Господы, просит своим черв finden, а не органи Richmond이다. Они освободитель, они будут гады по свете, они будут следовать Духу и Санкт-Петербургсу исправленыяя, разрушается. Чарство Иисуса Христа. Угнадайте, расширяйте. Слава Тебе, Господи Ищу! Твоя сила, власть, чарство, плодичество, вечное, не прекратите. Не разрушается. Угнадайте, расширяйте. Превности, Господи! Превности, Господи! Силой, силой, силой расширяй Чарство Иисуса Христа. Слава Тебе, Господи Ищу! Ты, Господи Ищу, освободил нас своей кровью, освободил нас от проклятия, от ничьи, от боли. Своей кровью примирило сердцем. Своей кровью просил нас и грехи. Своей кровью освободил нас от блецного, свобода, ты победил Дьяволу, ты победил Сатану. Мы свободны, мы свободны, мы летим в эти годы, мы летим в эти годы, мы имя благословения через Иисуса Христа, посредством крови Иисуса Христа мы приходим к святению сегодня. Слава тебе, Господи Иисусу, для твоего победы, для твоего спасения, для твоего освободения, для твоего благословения, благодарим тебе, Господи Иисусу. Мы призвали сюда, чтобы поклоняться тебе, чтобы мы прославляли твое имя, чтобы мы с вами обслаблялись Духом Святым, наполни каждого сердца, наполни каждого душа, Духом Святым. Слава тебе, Дух Святой, ты учитель, ты житель, Господи, спаси Моису, ты ослабил Духа Святого, ты ослабил нас констинутами, ты ослабил Духа Святого. Спасибо, Дух Святой, ты управляешься, направляешься, помогаешь нам. Слава тебе, Дух Святой, с тобой до конца века во имя Иисуса Христа. Аминь. Давай давать вам ему славу. Слава ему, слава ему, слава ему, слава ему, слава ему, слава ему. На веки веков. Аминь. Слезка ли мне слава ему? Аминь. Приветствуйте, слева справа вряд ли святыми и присадитесь, дорогие друзья. Мы жили с помощью Святого Духа в прошлом, и не менее, Дух Святой, и он нас в даром надо, Дух Святой направлял нас, управлял нас, и Дух Святой защитил нас, Дух Святой даром успеха, и Дух Святой благославил нас, и Дух Святой был с нами, как век, дорогие друзья. Он есть учитель, учитель восстанавливает. Иисус ослал Дух Святого, чтобы Дух Святой заботился о нас. Иисус не оставил нас ироками. Он же ослал Дух Святого, чтобы Дух Святой заботился о нас. Когда тебе печально, общайся с Духом Святым. Когда ты разочарованный, общайся с Духом Святым. Когда ты скучно, общайся с Духом Святым. Дух Святой вдохновляет тебя, покрепляет тебя. Дух Святой наполняет твое сердце миром, радостью. Знаете, что Диабол, он же, он же, он же, он же дает чувство печали. Диабол, он же наполняет сердце печальными мыслями. Это Диабол дает. Но о Боге у нас всегда радость. Аминь. Поэтому отрекайтесь. Диабол, он очень мучает нас, такое печальные чувства, печальные мысли. Ко мне тоже очень часто приходит такая печальная мысль. Почему я печальный? Почему я? О, отдай ли мне Сатана. Отдай ли мне Сатана. И наполняйте Духом Святым еще раз. Нормально. Наш Бог имеет намерение для каждого из вас, чтобы мы имели надежду и будущее. Аминь. Наоборот, постоянно печальная, грустная, но переживаю это от Диабол. У нас же Бог имеет намерение для нас, чтобы мы имели надежду и будущее. Аминь. Поэтому вы сегодня здесь попришли в Боже, попришли в Святого Духа, и Духом Святым, Духом Святым радуются. Но из Духа Святого, любовь, радость в мире, когда вы исполняете Духом Святым, мы исполняете радость. Наше сердце радостное. Мы здесь одна семья во Иисусе Христе, мы здесь брата и сестры во Иисусе Христе. Иисус сказал, что мы здесь во Иисусе Христе, одна семья, мы здесь брата и сестры во Иисусе Христе. Аминь, дорогие друзья. Слава Ему, слава Ему. Дорогие друзья, сегодня выйдет странно думать, что священник, он хлопает, поднимает руки, прославляет песню, знает протестантскую песню и он улыбается и так далее. Надо бы странно думать, дорогие друзья. Но он здесь наш. Он здесь среди журнёг, священник, высший священник, реформанская, православная, служитель, пастор. Реформанская, православная, священник и пастор. Где Господь, Господь его изменили, и Господь благословил его. И поэтому, дорогие друзья, он с нами здесь, пастор Сергеевич Робов, он с нами здесь, с нами вместе, чтобы поделить Слово Боге, дорогие друзья. Так что, слава Ему, слава Ему, слава Ему. И готовы, с друзья, Слово Боге. Аминь. 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 Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, и ни в коем другом нет спасения, братья, сёстры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым принадлежало бы нам спастись. Нет другого имени, столь высокого, превознесённого, потому что Бог дал имя премыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа всякая колена справилась в небесных, земных и преисподних. И чтобы всякий язык исповедовал, что Иисус Христос восславил Бога Отца. Я благодарю Бога за нашу дружбу, за братство, потому что во Христе мы одна семья. Во Христе один народ. Во Иисусе Христе нет ни православных, ни католиков, ни протестантов, ни корейцев, ни украинцев, ни русских, ни африканцев, ни американцев. Неважно, какие твои глаза, да, вот я люблю все такие добрые горейские глаза, вот, да. Знаете ли, неважно, какие, вот, какой цвета твоя кожа, какая конфессия твоя, Бог смотрит на всякое человеческое. В этом я убеждался много раз. Вот это я знаю из Писаний, из Библии Святой. Я это знаю из жизни самому. Я это знаю из своего христианства, из своего христианского опыта. Что на самом деле Бог смотрит на сердца человеческие. Бог смотрит и видит нас. И я благодарю Бога Всемогущего. Сегодня хочу начать слово с пения. Я очень люблю петь, я не пелец, но очень люблю благословлять людей вот этим пением. И хочу спеть псалом на русском языке. Тот псалом, который поется во всех православных храмах вот в это время. Обычно суббота вечер. И смысл его этого представления в том, что каждый настоящий христианин, святой и верный, он является свидетелем воскресения Иисуса Христа из мертвых. И он является свидетельством воскрешения Иисуса, воскресения москотового. Воскресение Христова, витерше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому, безгрешному. Себе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем. Имя Твое прославляем. Придите все верные. Поклонимся святому Христову воскресенью. Ибо пришла через крест радость всему миру, Всего прославляем. Всего прославляем имя Господа. Поем о воскресении Его, Распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, Как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, По великой Своей милости. Христос воистину воскрес! Аплодисменты воскресшему, Живому Спасителю и Иисусу Христу! Слава Богу! Аминь! Аминь! Слава Богу! Я очень рад, братья и сестры, Сила воскресшего Иисуса Христа Сейчас здесь. Она в нас и через нас, верующих, Здесь, в этом собрании святых. Здесь мы собрались воина Господня. Аминь! Я лично приехал сюда воина Иисуса Христа Ради Господа моего. И благодарю Бога за честь сегодня Поделиться Словом Божьим с вами, Благословить вас, Разделить с вами эту радость, Приломить хлеб жизни, Живую хлеба. Это Слово Господне. Аминь! Слава Богу! Благословляю всех вас, Братики и сестрички, Дочечки и сыночки небесного Нашего Отца, Сущего на небесах, Досвязи с ними Его. И благословляю всех вас, Возлюбленные Господними словами. Я хочу прочесть и свидетельствовать, Наверное, сегодня также, Из Евангелия от Марка, Слова, Последние слова этого Евангелия, Слова, с которыми Иисус Христос Ушел на небо, Вознесся. Может, не совсем, как бы, Радостная тема, Но, с другой стороны, Он сказал так, Для вас лучше, чтобы я ушел. И потому, что Дух Святой, Которому, кстати, здесь, Слава Богу, я это слышал, И сегодня уже в собрании не раз, Уделяется огромное внимание. Слава Богу! Ну, прекрасно. Это очень хорошая черта. Это признание здоровой Церкви, Которая Духу Святому уделяет достойное место. Достойное, действительно. И говорит об этом. Потому, что Церковь – это Божье. Церковь – это не просто человеками. Созданная человеками движимая организация, Структура, конфессия и прочее. Это Божие тело. Это Божий организм. Слава Богу! Так вот, братья и сестры, Дамы и господа. Евангелие от Марка, 16 глава. Слова Иисуса Христа. С 15 стиха. Следующие слова читаю. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих и 16 стих. «И сказал им, идите по всему миру И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». И дальше написано, что «У верующих же будут сопровождать сие знамения». Друзья, братья и сестры, Господь пришел с этими словами. Я, как христианин, как православный священнослужитель, уже больше тридцать лет висус служения православное, первые в десять лет как традиционный православный священник, московский стабиль архата, традиционный канонический, такой русский православный церкви. Но в девяносто шестом году моя жизнь резко изменилась. В девяносто шестом году я пережил это возвращение в Слово Божье. И с девяносто шестого года несу служение такое евангельское, уже реформаторское православное служение, чтобы действительно принести людям в наших культурах, русской культуре, украинской культуре, белорусской культуре, грузинской культуре, в разных народах проповедов, бывшего Советского Союза, и где православие является как не просто религия, а как культура, как часть культуры, часть составляющей культуры. Несу Слово Господне, как евангелист, как христианер, как учитель, проповедуя Слово Господне. И вот эти слова Иисуса Христа я воспринимаю как именно, вот правильно говорят люди, великое поручение. Великое поручение. И, дамы и господа, братья и сестры, любое поручение нужно уметь выполнять. А великое поручение, мы должны понимать, что человечески это невозможно. Но с Богом все возможно. Божьи цели, Божьи планы, Божью волю можно исполнять только лишь с Богом и только лишь с Богем. По-человечески невозможно. Если бы вот все первые ученики, они бы сказали, хорошо, учитель, но мы сами постараемся, мы сами сделаем своей собственной рукой, как наши предки говорили в свое время. Знаете, построим это светлое и хорошее будущее. Но получилось совсем не светло и совсем не радость и прочее. Потому что то, что без Бога, оно, ну, рано или поздно оно ломается, оно просто, да, просто исчезает. А основы Божьи пребывают во век. Не Божьи поручения, можно только лишь с Богом и выполнить. Слова здесь, я как раз студентам говорил, вот в семинарии учащихся, я говорил как раз об этом, что слова Иисуса Христа, вот, записанные на греческом языке тогда, две тысячи лет назад, они звучат как именно погружение Бога. Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, да. И там слово креститься, креститься, да, имеется в виду, ну, не крест на знамение, имеется в виду даже и не водное погружение как таковое, а имеется в виду погружение к самого Бога. Имеется в виду погружение к самого Бога. Конечно, те, кто понимает, что кто будет веровать и креститься, в смысле креститься вот таким крестом, то это, конечно, это совершенно примитивное понимание. Значит, те, кто понимает, что здесь идет речь об открещении, это лучшее, конечно, понимание, намного лучшее понимание, но это тоже так вот неполное понимание. А полное понимание слово, как раз греческое слово «баптизо». В современном греческом языке «баптизо» означает «погружение», но в смысле «окунание» имеется в виду. Но дело в том, что тогда, 2000 лет назад, греческий язык он отличался, и на речи «Коли», на котором написано было, отличалось. И там шла речь о погружении, в смысле пребывании там. «Баптизо» — погрузиться и остаться там, и пропитаться тем всем. Дамы и господа, братья и сестры, «баптизо» тогда, во времена Иисуса Христа, и еще лет за 300 до Иисуса Христа, употреблялась чаще всего для описания соления огурцов. Любите огурчики? Я люблю соленые огурчики. А малосолы любите? Малосольные огурчики, да? В малосоле своя прелесть есть. Они на штуке соль, да, уже имеют, но внутри еще свежат. Внутри еще они сохраняют элементы свежести, той грядочной еще свежести, природной. И вот это сочетание создает свою прелесть малосола, да? Есть фанаты малосонов. Ну, я не из фанатов малосонов. Я можно его соленые огурцы. А так вот еще и чесночок, и перчик, и травка, и все-все-все-все ароматы. Так вот, у меня-то есть «баптизо». То есть греки древние также любили огурчики, и в том числе любили малосол. Но, братья, сестры, малосол они «баптизо» не называли. То есть, когда соль на шкурке лишь, и когда еще сохраняют огурец элемент свежести, они это «баптизо» не называли. Так что, товарищи огурцы, Бог почему-то учит нас этим. «Баптизо» греки называли в то время, еще лет за 300 даже до нашей эры, те огурцы, которые имеют соль не просто на шкурке, а внутри себя. Имеют соль в себе. Недаром Новый Завет говорит нам «имейте соль в себе». Не просто на шкурке, не просто внешне чуть-чуть подсолились, как бы и нормально. Да. Но имейте соль в себе. То есть, проставитесь полностью, Господа. Совершите «баптизо» не просто так вот нырнули, чуть-чуть попыли и вынырнули. Знаете ли, и на стол. Не, не, это не то, это не для нас. Имейте соль в себе. Тем более, что задача сверхъестественная перед нами стоит. Товарищи огурцы, у нас задача огромная. Потому что, почему называем огурцами? Потому что, действительно, должны понять, что мы должны погрузиться в него и пропитаться им. Вот это есть, ну, уже благочестивое размышление над словами Иисуса Христа. То есть, слова Иисуса, уходя, что Он сказал ученикам, и что записано было тогда, 2000 лет назад, сегодня для нас можно так, как бы, объяснить. Кто уверует в меня и погрузится в меня, погрузится в сущность Отца, в сущность Сына, как Матфея, да, там, в сущность Духа Святого, и пропитается мной, будет спасен. И не просто спасен, а такой человек, именно баптизо, баптист настоящий. Знаете, есть антисты такие баптисты, да, но очень часто мы называемся хорошими именами. Мы, там, православные, там, баптисты, 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 адвентисты, там, методисты. Разные хорошие, столько хороших названий. Но, если я положу руку на сердце, большинство православных еще раз далеко до православия. Большинство баптистов, ой, как до Пекина, до баптизма. Большинство писядников далеко до писядниц. Большинство харизмата далеко до харизматий настоящий. Хариз, дары дюйма, святаго. Вот, и очень часто мы, нам скользко, людям религиозным, выдавать желаемое за действительное. Но настоящее приходит тогда, когда мы погружаемся в настоящего истинного Бога. Погружаемся в Его святую любовь и пропитываемся им. И тогда Бог говорит, что и чудеса, и знамения будут сопровождаться. И тогда, действительно, они сопровождают нас. Слава Господу. Перед началом учебного года делился словом. Очень хочу это рассказать вновь. Свидетельство, которое я говорил здесь, на этой сцене, на этой кафедре. И свидетельство того, что было в 2003 году еще в моей жизни, когда Господь совершил чудо воскресенье подростка, школьника, старшеклассника, который попал, ну, будем так говорить, было ДТП. Было ДТП. Я был за рулем автомобиля, и этого мальчика, подростка, на мотоцикле, выехавшего покататься, я сбил. Это было в Сумской области. Мы рано утром из Киева с дома выехали и ехали туда, в Россию, в Орю, через Сумскую область, через Крыльевец. Ну, дорога уже знакома была, уже не раз так ездила я тогда. И, знаете ли, по дороге это до ДТП произошло. И, я же еще не все рассказал, слушайте. Там было еще кое-что. Дело в том, что я ехал не просто так ехал, а я ехал, оставляя свое служение вообще. Вообще-то, накануне, в пятницу, ну, накануне, в четверг, как раз, да, было пятницу все происшествие. А в четверг, накануне, я с братьями и сестрами, ну, с моими помощниками уже попрощался, говорю, братья, извиняйте. Ну, я посчитал так, вот знаете, как вот пастор сказал, что есть уныние порой такое, да, вот, вот, меня посетило такое уныние, разочарование по служению. Я подумал, наверное, это не мое. Бог признал, но я по милей сил постарался, что-то, или что-то сделал, вот, вот, я не бездельничал, но, наверное, хватит. Знаете, такие демберские настроения меня охватили. Наверное, все, хватит уже. Я буду кому-то помогать, но лидером, упаси Господь, думаю. Все, никакого там священства, никого. Просто верующий, просто буду помогать кому-то там-там-там, но будь лидирующий в позициях, все, никогда больше, уже залился тогда. Вот, и знаете, и это было в четверг, перед тем, две недели температурил, от волнения просто, от температурил. Вот, это не было простуды, ничего, просто были волнения такие. И знаете, и когда попрощался с братьями и сестрами, сказал, что я буду помогать вам, конечно, но не лидер, я не пастор, не лидер, все-все-все, пожалуйста. Ну, давайте так. Вот, и Господь вроде как был, а да прям, нет, да прям, ну вроде как был, тишина, наверное, молчание, знак согласия, вроде. Вот, как бы, значит, и знаете ли, а молчание порой не знак согласия, у Бога не так, порой это знак не согласия даже вообще. Ой-ой-ой, я это испытывал в своей жизни. И в пятницу утром просыпаемся, солнышко светит, послушная жена, детки все умницы, послушные вообще. Машина, я еще пережила там накануне с машины, там, значит, там, с полоборота, и вообще, как часики все работают, вообще. Все идеально, думаю, и я не пастор, так хорошо, аллилуйя, думаю, вообще, жизнь мимо проходила вообще. Как бы, это, думаю, вот точно для меня было, как бы, как знамение свыше, наверное, думаю, вот, наверное, Бог одобряет мой выбор, мой исход вообще. Я думаю, ну, он, видимо, вошел в моем положении, видит, что я, как бы, значит, уже там уже все, уже ломаюсь, уже, уже не справляюсь. Вот, ну, я поработал немного, ну, теперь, ну, еще поработаю, чего ж я, рыжий, чтобы, значит, на меня все грузить-то, значит, ну, и как бы, и еду себе. Прекрасно, и вот, ничто не предвещало, хотя что-то йог было внутри, конечно, но я на этот йог внимания не обратил. Не обратил. Знаете ли, а зря. Он, знаете ли, он не так, не громко нас останавливал, начало, он вот таким каким-то йоганем и останавливает. Просто мотоциклист меня, когда обгонял, значит, у меня что-то йогнуло, что-то вот что-то не то. Что за ерунда? Что я себе голову убиваю? И дальше еду себе нормально. И вот, когда парень выскочил на мотоцикле через трассу уже, с одного сила в другое сила ехал, тот школьник, и он пересякнул трассу, и прямо под меня удар был сильный, удар был смертельный для пацана. Ну, две тонны на скорости обнедорожник, знаете ли, и парень на мотоцикле просто на мопеде, ну, сами собирали там что-то в гараже в селе. Это потом там у следователей все узнавалось, что он был в кабинете, там, спустя, там, через сегодня. И знаете, и вот происшествие, ДТП, удар. Я последние доли секунды попытался избежать стабильника, но это было уже просто невозможно. Он вот так вот передо мной. И тормозил, жена, дефицценно убедился, выстучил из машины, побежал на трассу. Вот, такое зрелище, мотоцикл валяется в одной стороне. Ну, как потом сказали и милиционеры тоже эти, и другие там, вот, приехали, ребята-мотоциклисты, постарше уже которые. Вот, что, ну, мотоцикл не подлежал восстановлению. Вот, лежало тело, кровь, и, знаете, вот, как вот мой сын. У меня шестеро детей, тогда было пять от детей тогда. В третьем году было пятеро у нас детей вообще. Вот, и, слава Богу, вот, Господь отдал еще шестого ребенка просто породить. Но тогда, знаете, вот я смотрю, вот такое зрелище, вот, как будто вот, ну, мой ребенок, совсем пацан, но не его час. Представьте, вот на тебя кровь человека, не дай Бог, вот, как будто бы это было кино, как будто про кого-то это показывали, не про меня. Но это было про меня. И там, на дороге, я, как бы, в жизни вопил к Богу, именно о воскресенье, молился просто, вопил к Богу. Это не то слово, просто орал, просто к Богу. И, я не знаю, я так никогда не молился ни за кого, ну, и такого повода не было вообще-то, знаете ли. Да и мне в голову никогда не приходилось, что я буду молиться за воскрешение Бога. Ну, в Библии это есть, да. Ну, где-то там в Африке, где-то там в Индогитаре, где-то там воскрешаются, ну, в Латинской Америке где-то чудеса. Я там, там, там слышал, видел где-то там записи, где-то, ну, ладно, это, как бы, это там. Но, как бы, у меня и вот здесь, вот, как бы, это нереально. Тем более, в христианской культуре, как бы, ну, это, как бы, не то, не то. Вот, и, и знаете, но, вот, не зарекаясь никогда, может, я тебе привелся молиться за воскрешение, поэтому, значит, как бы, не зарекаясь и готов быть к этому. Вот, я был не готов, я просто, просто обил Богу, вот, ДТП. Я просто сбил пацана и вот, вот, молился. Пацан ожил. А жил, конечно, у меня сразу же, как будто бы еврея, такие слова, что я верю, Господи, помоги моему неверию. А сам думаю, может, он и не умер, может, он просто так, ну, не то, что прикинулся, но, как бы, обморок. Такой обморок был, глубокий, похожий на смерть. Вот, сам в себя, как бы, думаю, ну, это же... Вот, порой мы молимся, а когда это происходит, как бы, и сами не верим. Знаете, вот, вот, в моем случае было так. И дальше, ну, когда он стал садиться, он, наверное, активно стал оживать, он просто оживать, а садиться, например, на асфальте. Вот, у него лицо чистое было, без повреждений, а сзади голова была треснутая. Ну, как вот, кости разошлись, и там мякоть какая-то закатала, как вот арбузы переспелые, да, и по ударюшку, бац, и все. Вот, у него голова задела, она вот так вот разлилась. А, значит, а лицо чисто, как будто ничего не повреждено. Вот, значит, и вот эти мозги. И он, значит, туда еще глядит, еще, грязными руками, думаю, не дам, что мозг почешет. Вот, я его держал, поэтому, как бы, эти косточки, чтобы он туда не залезал, и вот, значит, вот, 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 ворвак. Мозги свои. Вот, значит, и приехала скорая помощь, значит, его мальчика подгрузили в машину, там чуть дальше кафешка была, и там вызвали, медицию вызвали, значит, Гавида и, значит, и вызвали, значит, скорую помощь. Вот, но скорую помощь, да, врач сказал, пока он нужен, мы его не довезем, ну, несовместимы с жизнью. Ну, я не спорил, конечно, но я понимал так, что если Бог его сейчас вот поднял на дороге, не за тем, чтобы он умер по дороге, будет жить, думаю, какой-никакой, хоть поломанный, но живой, главное. И его повезли туда. Сам, жена, дети в машине остались после машины, и он остался со всеми нормально, с ними я ушел в посадку, молюсь. Ну, за того пацана, чтобы он, чтобы довезли его, чтобы там, если по дороге он не умер, там, значит, да и чтобы он живой был здоровый. И, знаете ли, вот как бывает, молишься, да, в духе, а когда тут молятся, уже как бы и не хочется молиться, уже понимаешь, что уже как бы ответ есть. Ну, надо странно было все это, как ответ есть. Ну, ладно, хорошо. Приехали милиционеры, да и приехала, значит, познакомилась с одним из них, с сильной шкурой капитана Милиции тогда он был. Вот, значит, интересные вообще такие люди, они там посмотрели по всем ментовским приметам, ну, они говорят, жмурик, ну, не та, если батюшка, извини, я говорю, не в морг, а в реанимацию повезли. Ну, ненадолго, поверьте, не первый год на дороге, по его транспортному средству, судя, ваше транспортное средство, вот, как бы, где тело бежало, по всем ментовским приметам покойник. Вот, и, ну, когда приехали мы уже к кролевец, в больнице, потом умер милиция, и уже победить от следователя стресса, догонял, и я узнал продолжение этой истории. Я узнал, что, оказывается, пока не слил в кролевец, минут 10-15 всего лишь, и в ходу года, за это время мальчик полностью исцеляется, полностью, абсолютно. Вот, голова закрылась, захлопнулась, значит, заросла, кости срослись, кожа срослась, как будто не рвалось ничего, кровь мальчика оставалась, кровь на мальчике оставалась, поэтому врач сказал следователю моего присутствия, что-то, чертовщина какая-то. Он сказал, что это не была, не могла быть массовая галлюцинация, кровь, потому что оставалось вещественным подтверждением, что это было на самом деле все. Вот, но, когда кровь смыли, не нашли ни царапинки, ни снечка, ни чимошники. Дальше было больше. Хирург, он не видел, конечно, то, что видел врачской помощи, но он видел следующее. С его слов тоже было, как бы, все нечисто, как бы. В этом, наоборот, это чисто, как раз. Значит, одежда была, свидетельствовала, что на нем должно быть повреждение на теле. Но, знаете ли, когда его до года раздели, вот здесь хирург задумался, понимаете ли, потому что сказали так, не потом ни сестры, санитарки так вот передавали комментарии, все эти, что как будто бы его переодели в чужую одежду по дороге. Вот такое ощущение. Потому что одежда подтверждала, что на нем должно быть повреждение. Но под одеждой все чисто, ни синяков, ни царапин, ничего, абсолютно. Но дальше было еще страшнее было для хирурга этого. Он был атеистом, убежденным. Просто, понимаете, значит, для него это было стрессом. И для белого чего стресса, а для атеиста еще больше стресса. Я представляю, это больная медика, который живет этим всем. Понимаете? Вот если не медик, я художник вообще по своей специальности, досукованный, поэтому мне это проще или в чем-то. Вот, ему сложнее было поверить в это все. Но по ходу разговора с этим мальчиком, мы проверяли состояние его головы, он отвечал адекватно, на все вопросы нормально отвечал. Вот, значит, но одно было, значит, непонятно. По ходу этого мальчика хирург узнал, он лежал у них в хирургии, уже с переломом лежал. Вот, но когда нашел дело до стинков, вот здесь было, как он сказал там, очевидно и невероятно. Дело в том, что следователю было сказано в моем присутствии следующее, что не бывает бесшорного срастания костей. Но на стинках не только все новые переломы исчезли, как будто их не бывало, как корова связала просто, все. Но следы от старого перелома исчезли совершенно. То есть, как бы их не было. Как будто не ловалось им костя когда вообще. Но это невозможно же. О, хирург не ошибся, мальчик все подтверждал, что да, это я, я лежал в хирургии, лежал с переломом, все зажило хорошо, снова ходил в школу, снова гонял на этих мопедах, мотоциклах и тому прочее. Хорошо, вечером были уже, до поздна затянулось все. Вечером были уже другие врачи, с ними я уже не знакомился, честно говоря, даже и переживания не было уже никакого. Но мне передали следующее. Перед тем, как я выезжал уже, с полицией выезжал, следователи, медицинеры все меня провожали как-то, сверху мгра, депутатом, всем трудовым коллективом, со всех кабинетов повысыпали. Вот, значит, и как бы у них на лице было вот написано, выйди от нас, ибо мы грешники. Понимаете, вот у них там. Вот, ну и следователь, молодой офицер, он сказал, что ну, если что-то там проявится, созвонимся с вами. Если у вас претензии нет никаких, то... Какие претензии? Короче, вообще, ну чудо, ну, реально чудо. А это Сергей Шпой, капитан милиции. Ну, просто дядька. Но там в коридоре, я выжил там в коридор, он стоит, знаете, вот как вот мне напомнил, пацан, маленький мальчик потерялся в супермаркете, и не знаю его родителей. Вот в таком растерянном виде стоит такой, потому что он же сам видел мертвое, ну, следы, ну, где мертвое тело должно было лежать, по его мнению. Он уже не первый год на дороге. По всем лентовским предметам это погоня должен быть уже, значит. А пацан, его ощупулился, посматривали, телевизионеры, и говорит, хоть бы что вообще. Хоть бы что. Слава Богу. И мы в машине находящейся, Бог помиловал нас, конечно, да. Вот, значит, и меня помиловал вообще, вообще по благодати просто. Жена повредила колено, потом болела долго, значит, там, где-то полгода терапия была дорогая, и восстановление. Ну, как бы, ну, знаете, самое интересное, там пацана хоть бы что. Вот, и ехали дальше. Нет, поехали домой в Киев, значит, повернули, и по дороге обратно я пережил еще этот стресс. Хотя я думал, что для того дня уже, вот так вот уже, выше крыши уже, уже как бы не вместишь уже никакого чуда. Оказывается, на ней есть еще местечко. Да, значит, и представляете, значит, Бог заговорил со мной. Знаете, я не псих, я не слышу голосов. Значит, хотя, как и каждый верующий, я могу говорить, что Бог говорит со мной. На самом деле, вот, были моменты, и сейчас есть, когда действительно, вот, мысли приходят, но ты понимаешь, что это не твоя мысль. Четко это слышит. Читаешь Слово Божье, уже сотни раз читаешь эти тексты, но вдруг они так оживают тебя, так за душу спасают, цепляют за живое, ты понимаешь, это вот то, что тебе надо. Это Бог говорит тебе сейчас. Разные моменты, во сне бывают моменты, тоже у многих, наверное, во сне бывает, да? Вот у моей жены больше во сне. Вот, я, она порой расскажет, мне аж, как говорится, челюсть, я думаю, вот это, да, мне вот такое, ну, почему-то же не дается, а я как-то вот, в этом плане твердоногая, не знаю, вот, как бы, очень, что-то путем во сне прислится мне. Вот, значит, такое, кожа, такое, знаете, вот, обычно никакого сна, просто вечером высыпаю, вот так высыпаюсь, хоть и думаю, что за полом. Вот, значит, а жены там и то, и то показываются порой, вот, думаю, тебе вот это хорошее шишко, все теперь. Вот, ну, интересно, но в тот день, 15 назад это было с половиной, тогда я слышал громкий голос, именно громкий голос, своими ушами слышал, он как бы внутри, во мне звучал, и далеко за машиной. Я был молчанием, конечно же, сто процентов было уверенно, жена все это слышит тоже, это нельзя было бы слышать, просто надо с такими мнениями. Это далеко за машиной слышно было, ну, на ходу, ну, как бы, если бы возле машины кто-то был, то я думаю, слышал, и придется все. Но наутро, когда мы там на кухне общались, дома уже, то я вдруг с удивлением услышал, что жена ничего не слышала, оказывается, вообще. Я говорю, ну, хотя бы шумно было дополнительное, даже шумно не слышал. Вот это да. И представляете, я слышал громкий голос, который задавал мне три раза один вот же вопрос. Он спрашивал так, ты это видел, только громко. Я не мог ничего не рассказать абсолютно. Что-то сказал, ну, даже я не помню, так вот, типа, да, Господи, или да, что-то. И вообще не мог еще сказать ему ответ. Мне бы самому ответил на все мои вопросы. Знаете, а он еще спрашивает еще свои вопросы. Он сказал, ты это видел? Три раза он тоже спросил, этот голос. И третий раз, так, видимо, не дождался с моего, какого-то разумительного ответа, тот же самый голос, так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И больше я ничего не слышал. Уже 15 лет с годами прошло. Но, честно говоря, особенно не хочу услышать, потому что это такой стресс, это не передать. Но если Бог припит, то да, можно, но, честно говоря, желанием не горю. Знаете ли, потому что многие чудеса, они связаны с таким стрессом, очень серьезным. Допустим, если вы хотите видеть воскресенье мертвых, то вы увидите мертвеца. Если сцены не больных хотите видеть, вы увидите болезнь. Если хотите видеть процветание, вы увидите нищету. И, как правило, чудеса, они происходят там, где как раз вот именно особенная нужда. Особенная. Такая критическая нужда. Вот. Здесь, допустим, ну, в бесстрессовом состоянии человек редко, когда вот к сверхъестественному готов открывать свое сердце. Вот. Обычно, когда, как Евтушенко писал, в окопах атеистов нет. В Украине говорят, я к другому, так до Бога. Вот. И поэтому у нас стресс, да, то же самое к другому. Вот. она открывает человеку вот к такому переживанию. Хорошо, друзья. Я, значит, что скажу? Что после того, как я вот слышал тот голос, место из Писания, из Евангелия от Иоанна, 11, 25, эти слова, там более знакомые, мне очень хорошо знакомые, места Писания, но это этот стих. Но этот стих я сам собой начинал вспоминать. Само собой, он начал вспоминаться. Одно и то же, до самого Киева, еще больше, не знаю, сколько я ехал еще, но долго. Все это время вспоминался один и то же текст из Писания. Я я ехал еще. Еду и десятки раз одно и то же вспоминаете. Я есмь воскресенье. Я есмь воскресенье. Десятки раз. Не скучно. Знаете, одно и то же воспоминание. Потом еду дальше и вспоминаете так вот. Я есмь воскресенье и жизнь. Я есмь воскресенье и жизнь. Тоже десятки раз. Десятки раз одно и то же. А потом там вот эти кипти, да, не кипти, как называется, Черниковская трасса, и я там ехал, значит, и как раз этот поворот, съезд на эти кипти, кстати, кипти, на эту трассу, на всю жизнь мне запомнился. Понимаете, съезжают, и мысли продолжаются, вот таким образом, и верующий в меня, даже если умрет, а живет. Ну, из синодальной тексти я знаю, но в синодальном тексте вот этого, даже если нет, понимаете, но вот именно так почему-то мне вспоминалось, интересно. Значит, и верующий в меня, даже если умрет, а живет. Друзья, братья и сестры, я знаю, что церковью будет чудо. При его пришествии церковь силу воскресения испытает. И одно из знамений, я это могу показать даже, чисто исторически даже могу показать, одно из знамений для нас, это то, что сейчас покрывало, стало сниматься с народа Израиля. Много евреев обращаются к Спасителю Господу, Иисусу Христу. И Ишуа, как Машиафа, принимают. Это одно из вернейших знамений. Израиль образовался как государство, возродилось еврейское государство. Кто это верил раньше? Вообще, в Северной Тварице думали, никогда больше евреи не соберутся в свое государство. Семьдесят лет назад, это что такое дошло? И последние десятилетия масса евреев, миллионы евреев обращаются и принимают Иисуса Христа как Своего личного Спасителя Господа Бога. В США, проповедовал последний раз, в разных штатах, так поездок, так получилось, проехали по Америке. 25 штатов, хотя бы голова вот такая была, за три месяца 25 штатов посетить, было ровно половина США. Вот от океана до океана, в разных штатах, очень разных. Таких, таких, таких. От Нью-Йорка до Калифорнии, от Алярски до Флорида, то есть, короче, так, доли поперек. Но самое интересное, знаете, что, так получилось, что планировалось, я буду в других церквях больше, но, знаете, как в Песятнике, в Украинске говорят, я не дух повел, да. А дух повел совсем по-другому. В мессианских общинах все на Бога глупал, разно. И англоговорящих, и русскоговорящих общинах, украинеговорящих. Вот, и украиноговорящих, и проповедовал. И, знаете ли, везде карты эти в США висят с мессианскими общинами, отмеченными, на одном побережье, на другом побережье. Выяснил, узнал такую информацию, что в США свыше 10% населения евреев, именно евреев, еврейское население, приняли Иисуса как своего Господа Спасителя, Иисуса Христа. И это хороший знак. Господь возвращается. Гляди, Господи Иисусе. И церковь его, сила воскресения, что будет возвращение, как и воскресение из мертвых, Павел пишет в римлянном. Потому что сила воскресения освобождается в этом всем. Это знамение свыше, что Бог сила воскресения будет изливать на церковь и через церковь действовать в этом мире, как воскрешающий. Он есть воскресение и жизнь. Он хочет, чтобы все спаслись, как воскресение, да, и достигли познания истины. Жизнь. Воскресение и жизнь. Благоставляю вас, братья и сестры. Благоставляю во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Я благодарен Богу за служение свое, реформаторское, евангельское православное служение. Я родился в России, в России моя первая родина. Благодарю Богу, что Украина стала моей второй родиной, где как епископ, как реформатор и состоялся. Благодарю Богу, враг, он, знаете ли, свои врага, пишет, вот, вот, мне нравится украинская мова, злодень. Ну, точно, вот, знаете, вот, у нас просто враг, да, это злодень. Понимаешь, что он злодень? Приходит, чтоб гробоваться, вот точно, вбываться и руйнуваться. Вот, украинская мова, вот, украинская мова, прям, вот, все. Я же пришел, в чем люди мало житя и мало его вдолсты. Мне вот вдолсты тоже так понравилось, я еще в понедельник обратил внимание. Вот вдолсты. Вот, знаете ли, уже не просто там он тебе, а вдолсты. Более, чем достаточно. Он, 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 эль, шадай, он более, чем достаточный Бог. Тебе хватит и еще останется еще. Знаете ли, и даже никуда вкус выше. Он столько много всего, что даже и не захватишься, не обнимешься. Вот так вот, да, друзья. И Бог наш добрый, Бог и благой, человек любимый. И Бог хочет в отношении ко всем народам свою волю исполнить. А воля его какая? Совершенная. Если брать, ну, по-большому, что ты можешь мечтать, так мечтать по-божьи тогда. Чтобы все люди спаслись. И в странах восходящего солнца, там Япония, Корея, там Азия. И в странах заходящего солнца, не знаю. Ну, короче, во всей земле, чтобы все люди спаслись. И достигли познания в себе. Благословляю вас словами благословения священнического. Сегодня, кстати, кто следит за информацией библейской, там, значит, сегодня последний день уходящего года. Сегодня Новый год, это ночью. Я буду трансляции делать. Ну, еврейский наш Новый год. Значит, и в народе еврейским обычно этот праздник называют Рошхашана. Рошхашана или Голова года, просто. Голова года. Вот. И, ну, многие знают. В Украине очень много еврейских корней, очень много. Здесь многие знают эти песенки еврейские. Там Шагана Това, Шагана Това, Шагана Това. Мы желаем сладкого Нового года, это хорошо. Яблоко с медом, обычно, ассоциация с Новым годом, да? Коронат, рыба и голова. И наше рассуждение, что мы должны быть головой, а не хвостом. Значит, но библейский, библейский, да, библейский, этот праздник называется, вот сегодня вечером наступающий, Йон Труа. Йон Труа. Праздник трубного зова. Здесь нет шафаров, значит, но все знают, да, шафар, звучание шафара, это такой бараний рок, будем так говорить, да? Кривый грих такой, вот, в Украине есть город. Вот, значит, и вот действительно шафар, шафар, напоминание о жертве, привезы к покаянию. На протяжении всего этого месяца, сегодня 29-го число у нас, я думаю, уже, вот на протяжении всего этого месяца звучал шафар каждый день в синагогах, храме. Но я, ну, я, значит, тоже здесь, на квартире сейчас здесь шафара, просто включаю запись, на ютубе полно смотрю записи, шафар, включаю, особенно, утро включал на внутренней молитве Фила Дристова, о, мне так нравится, когда он в церкви Лейпут, не знаю, сколько лет 20, что назад, он там шафарил, вот это было мощно. Он дует в эту трубу, как говорится, да, значит, потом берет шафара, шафарил. Это просто, ну, реально дыхание свыше в зал приходит, это ощущается, даже через запись это ощущается. Удивительно, конечно. Бесы, как люди освобождаются, расстеляются. Удивительная история. Вот, и финалом этого всего, вот, кстати, этот месяц называется Эрун, Эрун. Ну, это, как бы, ничто, само название ни о чем, ни о чем. Но спокойно любовь для еврейской, для еврейского сердца это слово воспринимается как аббревиатура. Эрун. Гани, ле-то-ди, ве-то-ди-ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой, мне. Книга песни песней. Стих всех стихов, песни песней, песни любви. Книги всех них. Мой возлюбленный прекрасен, Краше тысячи других, Ведь его подобен кедру На полокожья золотых Вот он идёт, Господь идёт, Мой возлюбленный грядёт. Вот он идёт, Бог мой грядёт, Мой возлюбленный грядёт. Мой возлюбленный стучится, Отвори, сестра моя, Время пения, Время пения настало, Голубица чистая, Вот он идёт, Бог мой грядёт, Мой возлюбленный грядёт. И мы говорим, Большая история для всего. Хотя обычные безможники говорят О сотнях тысяч, о миллионах лет, Но это свежо предание. Знаете, по Писанию всё гораздо проще. В нашей с вами истории порядка шести тысяч лет. От Адама, от сотворения человека, Гомо сапиенс на этой земле, Будем так говорить, Пять тысяч семьсот семьдесят девять лет. Это день рождения Адама, Первого нашего человека, Нашего пращего, пра-пра-пра-отца. И это же рождение нового Адама, Второго Адама, Иисуса Христа Рождества, Так что Христос народился, Славим его. Хотя в украинской культуре обычно Это в конце декабря или начало января Вспоминается о Рождестве Христа, Но всего исторически Иисус родился Вот в это время. Христос родився Богом, Вот и все англы спевают, Царя питает, Поклин видает, Пастыри играют, Чудо-чудо воли дают. Аллилуйя. И сегодня земля допокоится В этой благодати, В этом Божьем благословении. Эти осенние праздники, да, Они говорят не только о прошлом, Но и о сейчасшем, И о будущем, О втором пришествии, Которое будет тоже При гласе Архангела, И при трубе Божией Господь сойдет с неба, И мертвого Христе воскреснут прежде. Потом и мы, Оставшиеся в пришествии Господни, Будем восхищены на облаках, В свете не Господа на воздухе, И так всегда с Господом будем. И мы утешаем друг другу Такими словами уже два тысячи лет, друзья. Благословенное время сейчас Исполнение библейских пророчеств. Встали, друзья. Благослови тебя, Господь, И сохрани тебя, Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя. Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир. И он Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok